Часы. Настенные, наручные, настольные, будильники, барометры, аксессуары, подарочные сертификаты. Часы. Лучший подарок. Магазин часы. Первоуральск. Чкалова, 43. Многочисленные затертости по правой стороне автомобиля, повреждения крыла, вмятина. Основные повреждения пришлись на бампер и решетку радиатора. Решетку радиатора практически проломила насквозь. Дорога домой для Первоуральца Альберта Авхадиева обернулась дорожной аварией. 7 апреля вечером он возвращался с работы из Екатеринбурга в Первоуральск. Возле села Новоалексеевское на участке, где ремонтируют мост, мужчина снизил скорость автомобиля, а затем он и его спутница услышали хлопок. Оказалось, в иномарку Альберта влетели водоналивные заграждения. В этот день было предупреждение МЧС о сильных порывах ветра. В итоге один блок пробил радиаторную решетку и оставил отверстие в бампере размером с ладонь. Два другие поцарапали машину. Мужчина вызвал сотрудников ГИБДД и решил поговорить с дорожными рабочими. Но те убрали блоки на место и заявили, мол, они здесь совсем ни при чем. Но Альберт уверен, подрядная организация пренебрегла правилами безопасности. Такие ограждения должны быть наполнены водой. Существующие блоки сейчас на месте производства работ, они не предполагают какой-то заливки. Они без дна устанавливаются просто на землю и подрядчикам в данном случае были закреплены, утяжелены мешками с песком. По предварительным подсчетам ремонт обойдется примерно в 70 тысяч рублей. Но кто покроет эти расходы? В компании «Урал-Управтодор», которая является заказчиком ремонтных работ, пояснили – виновна подрядная организация. Схему организации дорожного движения согласовываем мы, но ответственность за ее состояние, за ее установку несет полностью подрядная организация. В связи с этим пострадавший водитель обязан обращаться именно в подрядную организацию «Ужасмин». В компании «Ужасмин» прокомментировать ситуацию пообещали позже, а пострадавшему автовладельцу, как уверяют юристы, обязательно нужно обращаться в суд. Любые ограждения и тому подобное должны устанавливаться таким образом, чтобы они ни от ветра не летали и прочее. То есть это не обеспечена безопасность. Соответственно, поскольку в данном случае произошло во время движения транспортного средства, это отвечает всем критериям дорожно-транспортного происшествия. Ответчик обязан будет доказывать отсутствие вины, если он считает, что его вины нет. Это его обязанность доказать. То есть не пустой болтовнешь, что вроде мы не виноваты, само оно доказательство. Сам Альберт надеется решить вопрос в досудебном порядке и просит откликнуться очевидцев происшествия. Возможно, у кого-то сохранилась запись момента аварии на видеорегистраторе. Кристина Сипьева, Сергей Шемет, Интера ТВ.